Новости Ростовская область. Национальный рейтинг составили проект «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщают известия. Исследователи учитывали число больных алкоголизмом, силу антиалкогольного законодательства, объемы продажи спиртного, смертность от алкогольного отравления и число преступлений в состоянии опьянения. По этим данным, каждому региону присуждали по 100 баллов. Ростовская область набрала менее 130 и признана одним из самых трезвых субъектов страны. Наиболее пьющими оказались дальневосточные и сибирские регионы. Обновленное здание гинекологического отделения Таганрогского роддома откроют в январе. Теперь наряду с Ростовским перинатальным центром оно оценивается как лучшее в регионе, отметила министр здравоохранения области Татьяна Быковская. Сейчас проходит конкурс на установку оборудования. К концу декабря необходимые процедуры завершат и сразу после Нового года отделение сможет принять первых пациенток. На капремонт ушло около 175 миллионов рублей, из них 100 миллионов – это кредит. Его пришлось взять, так как без ремонта здание могло рухнуть. В обновленном корпусе разместят два отделения – гинекологическое и патологии беременности. В каждом 30 мест. Тем временем роддом в Новошахтинске уже открыли. Ремонт здания длился 3,5 года. В нем поменяли все, вплоть до фундамента. Теперь учреждение с почти столетней историей будет оказывать современную помощь местным жительницам, отметила министр здравоохранения Татьяна Быковская. Задача теперь у нас с вами, дорогие мои коллеги, вдохнуть новую жизнь в это учреждение, которому скоро уже почти 100 лет будет. Она получила вторую свою жизнь после капитального ремонта. Я надеюсь, что результаты работы медицинских работников в тех комфортных условиях, которые им здесь создали, вернут былую славу родильному дому городного Шахтинска. Все женщины будут получать здесь качественно необходимую медицинскую помощь. В ближайшие дни персонал акушерско-гинекологического отделения переедет в обновленный корпус. Помимо новых палат и оборудования, в нем также появилась собственная лаборатория. Детские сады в роще «Красная весна» в Новочеркасске сдадут до конца года. Дошкольные учреждения на 220 и 160 мест ликвидируют очередь детей Первомайского района. Это будут новые современные здания. Работы на обоих объектах ведут почти непрерывно в несколько смен, отметил мэр города Владимир Киргинцев. И график комплектации детского сада, технологическим оборудованием, прежде всего кухонным и мебель-юнитарем групп у нас синхронизируется со строителями. То есть строители заканчивают отделкой группу, передают эксплуатацию, те заносят мебель, начинают собирать, параллельно готовят пищеблок, актовый зал, спортивный зал, медицинский блок для того, чтобы не было никаких там простоев. Во дворе уже устанавливают игровые площадки. У каждой группы будет своя территория для прогулок. Кроме того, возможности современных зданий предусматривают наличие ясельных групп. Помещения для детей младше детсадовского возраста оборудуют при необходимости. Новые дошкольные учреждения завершат реализацию программы по ликвидации очередей в детские сады Новочеркасска. И еще немного о ремонте. В Родионово-Несветайском районе приведут в порядок дорогу, по которой возят школьников. Решение о ремонте участка областной дороги Ростов-Дебальцево было принято губернатором после встречи с местными жителями, которая состоялась 20 ноября. Они рассказали о том, что 10 километров разбитого пути отнимают у детей полтора часа времени. На сегодняшний день положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию капремонта этого участка уже получено, сообщает городской портал. Дорогу отремонтируют в 2016-2017 годах. В госпрограмме на это предусмотрели более 113 миллионов рублей. Также итогом встречи стало решение проблемы электроснабжения хутора Павленков. Работы будут завершены к 25 декабря. И уже на финишной прямой демонтаж аварийного здания Дома культуры в Родионовке. 47 часов на создание интернет-приложения или сайта в шестой раз на Дону проходил крупнейший IT-марафон Юга России «Хакатон». Своей идеей пытались воплотить больше сотни программистов. В течение двух дней без сна и перерыва они писали коды и создавали дизайн. Самые стойкие показали результат, рассказывает организатор марафона Александр Коновалов. Люди сами выбирают, как они расходуют свое время. Я действительно видел команды, которые работают по 47 часов. Такие случаи были, безусловно. Но обычно, как показывает практика, досиживают до утра субботы. Пик вот, они пришли сегодня, досиживают до утра. Потом они полдня спят и уже буквальным образом приползают, приползают к середине субботы и начинают снова уже экономно расходовать силы, чтобы сделать действительно работающий продукт в воскресенье вечера. Самому молодому участнику марафона исполнилось 12 – старше пенсионного возраста. За 6 лет существования «Хакатона» многие команды-участники основали свои компании. Они творят что-то новое, неизвестное, но вместе с тем полезное. Победители марафона получили возможность выхода на рынок со своими проектами. Китайские почтальоны будут преподавать студентам ДГТУ. В университете открывается кафедра Почты России, сообщает don24.ru. Соглашение об этом подпишут уже завтра. Готовить специалистов будут по направлениям развития транспортных услуг, автоматизированных процессов и логистики. Лекции будут вести не только преподаватели, но и специалисты Почты России и аналогичных компаний из европейских стран и Китая. Кроме того, на базе университета организуют центр переобучения уже работающих почтальонов. Необходимость появления такого образования в Ростове связана с приобретением городом статуса крупного логистического узла. Первые абитуриенты могут подать документы уже следующим летом. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио Тихий Дон. Субтитры создавал DimaTorzok